Смотрите! Для жителей таёжных мест это настоящий Диснейленд. Детский городок с качелями, каруселями и горками пришёлся по душе местной детворе. Школьница Алёна Дагаева помнит, когда началось строительство, едва ли могла усидеть за партой. Только заканчивались уроки, с друзьями спешила на площадку. Сначала здесь поставили ещё летом батут. Без сеток пока. Потом мы наблюдали, как их строили. Настроили где-то часик. Потом мы очень еле разделили очередь. Мне очень нравится прыгать на батуте и вон там лазить. Короче, мне очень нравится лазить. Детский городок – давняя мечта жителей Жаровска. Сегодня в этом живописном уголке проживает около 700 человек. Среди них 200 детей. Электричества и сотовой связи в посёлке нет. До районного центра около 100 километров по гравийной дороге. Ребятишки в нашей деревне, тут в основном всё из дерева сделано и ярких, красочных каких-то предметов. Они вообще, можно сказать, видят только по телевизору и то, когда, допустим, включим станцию или аккумулятор зарядим. Всё удивительно, всё для детей. И разницы нет. Большой город, маленький посёлок – это всё детский возраст. У нас у каждого есть свои впечатления. И Деда Мороза мы любим в любом месте. Поэтому и здесь очень здорово, что красивый уголок Курагинского района приобрёл, вот в посёлке появилась детская площадка. Эта площадка стала первым игровым комплексом, построенным по губернаторской программе в Тайге. Детского сада в посёлке нет, поэтому общение со сверстниками в этом уютном уголке особенно ценно для сельских ребятишек. Открытие городка жители превратили в настоящий праздник с конкурсами и сладостями. Это инициатива жителей. Мы всячески это поддерживаем и помогаем всеми возможными способами. А городки будут появляться. Уже один городок у нас появился в Петропавловке, второй в Жаровске. Движение идёт. Население сейчас строит городок в Черепшанке. Понимаем, что здесь условия непростые и климатические условия непростые. И дальше, пока за счёт уже частных инвестиций будем продолжать обустраивать эту территорию. Хотелось бы покрыть её, чтобы она выдерживала высокие летние температуры. В ближайшее время игровой комплекс дополнят фонари на солнечных батареях. А к предстоящему Новому году здесь поставят ёлку. Появятся снежные горки и ледяные фигуры. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры подогнал «Симон»!